Вы слушаете Радио России Дагестан. Добрый день, дорогие друзья. Красивые места, где отдыхает душа, мы называем райскими уголками. Но те, кто был в мечети Аль-Мажжит Аль-Нубуби в Медине, утверждают, что есть только одно место, которое можно назвать райским садом. И оно находится в глубине мечети пророка Мухаммеда. Именно по образу этого храма возводится мечеть на территории Духовно-просветительского центра имени пророка Исы в Махачкале. Когда приходишь на эту территорию, все время такой подъем настроения идет. Там есть уже какая-то аура определенная. Поэтому я поделиться этим впечатлением и приглашаю всех горожан и гостей столицы. Уникальному проекту предстоит стать достоянием нашей республики. Нельзя не согласиться с мнением сотрудника отдела просвещения Муфтията Дагестана Ахмада Хабибова. Ахмад, прежде чем вы ознакомите нас с этим проектом, вот скажите, вот насколько важно общественное мнение, когда затеваются новые проекты, вот именно в общем и конкретно касается религиозных объектов? Конечно же важно. Я думаю, что здесь даже говорить, что это важно, оно за пределы выходит. То есть это именно для общества строится Духовно-просветительский центр. И именно поэтому мы бы сегодня хотели озвучить проблемы, вообще ознакомить радиослушателей с самим проектом, что именно там будет, как будет идти стройка, какие технические условия при строительстве используются. Вот по всем этим моментам, какие-то статистические там параметры. Вот это все я бы хотел рассказать. Ну это вот с 15-го года уже проект тогда был одобрен, да? В 15-м году в марте было решение правительства Республики Дагестан о выделении земли для строительства Духовно-просветительского центра имени пророка Иса. И с тех пор ведутся сначала работы архитектурные решения, и потом сразу же за короткое время, было уже в июле месяце, начало было поставлено, то есть начало фундамента, а сейчас уже идет параллельно строительство еще двух зданий в этом центре, а также активное начало строительства аллеи. Вот именно с аллеей у нас возникают сложности, именно об этом я бы хотел позже поговорить. Ну вот аналог этого комплекса существует или это оригинальная очередь? Я думаю, что это достаточно оригинально, потому как то, что касается мечети, она непосредственно похожа на мечеть пророка Мухаммада, который находится в Медине. Мы знаем, как все люди, мусульмане в первую очередь, любят эту мечеть, и по этой причине, именно связанного с этой любовью, именно пронизанного, особенно у дагестанцев, было принято решение, что мечеть максимально, чтобы была похожа на ту мечеть. И, скажем, на самом деле, если так посмотреть, проект, на самом деле, она очень похожа. Потом желающих, наверное, именно в этой мечети молиться будет больше. Ну тут вопрос даже не то, что желающих, конечно же, у людей будет и желание, и здесь еще такой очень важный момент, значит, что в пятницу все будут собираться именно в одной крупной мечети данного населенного пункта. От религиозных деятелей слышала о некоторых, что в одном городе, в одном населенном пункте должна быть одна мечеть. Сейчас это не соблюдается из-за того, что территориально город большой, да? Нет, вопрос, я думаю, немножко неправильно поставлен, и вопрос, наверное, ставится, что желательно пятничную молитву совершать в одной мечети, если есть такая возможность. В данном случае, если вот при окончании строительства, я думаю, так и будет. А то, что касается квартальных мечетей, это от них, конечно, большое удобство для жителей. Они могут совершать в другое время. Есть молитвы в Рамазан месяц, когда по вечерам постоянно люди ходят. Поэтому квартальные мечети, они по-своему нужны, и они комфортны именно в это время. И для обычных молитв, которые проходят в день пять раз. В данном случае мы уже говорили выше о том, что желательно, чтобы в городе была одна мечеть. Ну вот когда строилась мечеть на сепараторном, я тогда провала интервью Пахмат Хаджи, она у нас трехэтажная. Он говорил, что если вширь невозможно, то можно ввысь территорию, а новая мечеть будет одна мечеть. Хороший вопрос, на самом деле. Вопрос, при строительстве каждой мечети учитывается то место, где собирается стройка. Есть ли возможность побольше, например, площадь непосредственно под мечеть. Если такой нет, конечно же, можно выше. Но в данном случае, так как место позволяет, мечеть будет одноэтажная. Площадь застройки 30 тысяч квадратных метров. Она прямоугольной формы, размер где-то 150 на 200 метров получается. Там будет шесть миноретов. И хотелось бы сразу сказать, что молитвенные залы мужской и женский. Общая вместительность будет 20 тысяч человек. Хотелось бы еще раз сказать, что там будет музей реликвий пророка Мухаммада, и музей истории Дагестана, истории ислама в Дагестане. В частности, будет построен макет дома пророка в реальном масштабе. Для обучения паломников будет также макет Кабы. Еще будет такая особенность, четыре зоны с фонтанами будет. А также будут такие дорожки для туристов. То есть, у некоторых бывают такие вопросы, могут ли посещать не мусульмане. Да, конечно. Это будет не только действующий объект религиозного назначения, но это будет как туристический. Достопримечательность может быть. Вообще, мы считаем, что это действительно визитная карта Дагестана, потому как он действительно уникальный проект. В нем сосредоточено много комплексов. Там будет спорткомплекс, школа, детский садик, реабилитационный центр, столовая бесплатная для нуждающихся. Это действительно очень хороший социальный проект. Будет очень красивая зона. Я его даже не знаю, как назвать, фонтаном или водоем. Но он очень красивый проект. Но фонтаны, наверное, не аналогичны тем, которые... Нет, нет, это совершенно иной формы и диаметр 40 метров. Вокруг этого водоема в трех рядах будут деревья. Они уже, кстати, посажены. Они были посажены в продолжение акции «Зеленый километр», который начал наш глава Владимир Абдуальевич. И, можно сказать, что различные организации города участвуют в этом проекте. Находят время чаще выходные дни, субботу, воскресенье. Они приходят, видно, что у них такой задор. Погода сейчас тоже хорошая. И они принимают участие, сажают деревья. И с ними бывают, кстати, дети. Они тоже проходят экскурсию, смотрят все объекты. Они на самом деле впечатлены, так как когда говорится речь о какой-то стройке, это одно. А когда они приходят на месте, там действительно грандиозный масштаб. Когда они видят высоту мечети, вот этого многочисленной колонны, сам размер мечети, их это впечатляет. И они очень, на самом деле, позитивно настроены. Но прихожане, скорее всего, им приятно такое сочетание всего. А вот сами религиозные, например, ортодоксы, они не сопротивлялись ли тому, что при мечети будет зона отдыха? Честно говоря, даже... Не сталкивались. Не сталкивались с таким вопросом. И постановка этого вопроса я впервые слышу. На самом деле, так как нет места для этого, и это только можно, наверное, было продумать, так как всё, что связано с поклонением человека, это его праведная жизнь именно в обществе. А в обществе есть работа, есть быт, есть место молитвы. То есть там есть всё для этого. То есть, как я перечислял выше, много что туда входит. А я ещё не рассказал про аллею, самое главное. Аллея 1300 метров. Вот представьте, вот от самого комплекса прямо вот ведёт к пляжу, к берегу моря. 70 метров ширина и 1300 метров. И она полностью облагорожена именно зеленью и деревьями. Но это будет-то. Это пока проекте. Это проекте. Но уже начало работы есть. Уже начало есть. И вот преграды появились какие-то, да? Преграды появились такого характера. С того момента, как была выделена земля под строительство духовного просветительства, в которую входит в том числе и аллея, начали поступать какие-то, скажем, как это назвать даже. То есть, значит, появляются какие-то люди, которые говорят, что на этой аллее выделена земля. Ну, с документами? Вот насчёт документов. Документы на самом деле есть разные. Есть однозначно, которые мы видим, что это, грубо говоря, не соответствует законодательству. Есть какие-то документы, которые нужно посмотреть, что там, как. И в начале я помню, что было такое решение, что нужно было администрации города выявить законность этих участков. И если таковые будут, то выделить их в другом месте. Так как мы повторяли выше, что проект уникальный. И он, как скажем, будет большим подарком для горожан. И настолько уникален, и красив, и удобен, что он того стоит, чтобы именно вот эту землю, которая, если у кого она есть, то чтобы и выделили в другом месте. Ну, обычно побережье у нас занято людьми известными, знатными. А вот конкретно вы сталкиваетесь больше именно с людьми, которых не пробить, или с простым народом? Ну, чаще, скажем такими, да. Действительно, у кого-то корни идут выше. То есть, где-то вот, скажем, около властных, может быть, моменты у этих людей. Ну, в общем, в любом случае, они так реально хотят отстаивать свои интересы. Им, когда в переговорных процессах говоришь о том, что это все делается для народа, и все те люди, которые ведут эти переговоры, они не говорят о каких-то своих, естественно, землевладениях. Все говорят об общественной земле, и что это действительно будет большой подарок для города. И вот, в общем, такие трения у нас существуют. И хотелось бы привлечь общественность города, чтобы они ознакомились, что там происходит, ознакомились с проектом, увидели всю работу воочию и повлияли каким-то образом. Ну, вот эти люди, которые сопротивляются строительству, они на местах бывали? Видели это? Да, конечно, они бывают на местах, да. Видят стройку. Участвуют в народной стройке никак? Ну, скорее всего, нет. Нет, нет. В данном случае вот у них конфликт интересов получается, да. Вот еще хотелось бы отметить, что при строительстве этой аллеи, она же доходит до Каспийской трассы, так называемой старой Каспийской трассы, и был вопрос, каким образом будет проход. Проход будет под землей, ширина 18 метров, с плавным подъемом и спуском. Главная задача, конечно, это удобство человека. А это окончательное решение под землей? Да, это окончательное. А надо вот такое, разное, чтобы вот окрестности тоже обозревать. Такой идеи не было? Это будет с той стороны, по той новой трассе. Там будет три перехода пешеходных. Они будут красиво оформлены. И здесь, кстати, про автомобилист тоже не забыли, так как 9 гектаров вот этой территории будет под автомобильную стоянку для этого комплекса. Поэтому те люди, которые говорили, что возможен коллапс, конечно же, с учетом предоставления такой площади, этого не будет. Ну, они по примеру Джума-Мечети, наверное, судят. Ну, в последнее время, кстати, этот вопрос тоже решен. При взаимодействии администрации города, которые положительно отреагировали на это, и предоставили площадь исторического парка именно в пятничный день, чтобы они машины могут ставить. Поэтому этот вопрос, можно сказать, исчерпан. Но со временем этой территории собирается занять выставочная экспозиция? Не могу сказать. На данный момент я знаю, что вопрос исчерпан, а что будет дальше, честно говоря, не могу. Не знаю, не знаю, нет комментариев. А кроме вот участия общественности, там же, наверное, есть профессионалы, которые строят? Конечно же, это на самом деле, я бы хотел рассказать, что стройка ведется на очень высоком уровне. Причем проект на 9 баллов, это и не просто на 9 баллов, это максимальное расчетное землетрясение с моделированием сейсмических моделей. То есть это действительно расчет максимальный. И просто человек, когда придет на место, он бы увидел, насколько эти колонны такие вот ровненькие, аккуратные. То есть видно, какое используется оборудование. И поэтому, я думаю, человек на месте все увидит. Ну а вы дату открытия еще не поставили? Нет, к сожалению, дату открытия, вопрос, конечно же, сложный, так как эта стройка народная. И вот опять-таки я всех приглашаю для того, чтобы люди увидели, как народ участвует в этой стройке. То есть могу вам рассказать о том, что до 31 марта, к примеру, от сегодняшнего числа, плотный график, то есть каждый день занят какими-то группами населения. А группы организуются сами или кто-то? Ну вот, если скажем, мы сейчас ведем беседу, я агитирую, они услышали и тоже хотят принять участие. Это обычно где-то от 50 до 100 человек. Могу сказать, что один день мы, в том числе я, участвовал. Мы действительно активно работали 6 часов, и это, конечно же, немножко непривычно, когда человек не занимается физическим трудом непосредственно, как работа. И вот принять участие и получить такой заряд на 6 часов физической работы, действительно было очень интересно. До сих пор мышцы, наверное, чувствуют. Да, мышцы чувствуют, да. Ну и преимущественно из каких районов приезжают? Ну, на самом деле все участвуют, да. Все участвуют, поэтому вот я как назвал по графику, вы уже сами можете понять, что действительно весь Дагестан участвует. Причем от севера до юга. Вот буквально на днях помню, что были представители Ногайского района. Знаю, что были с Южного Дагестана, Табасаранский район был. Ну, то, что я помню. А так я уверен, что полностью из Дагестана. А за пределами Дагестана? За пределами Дагестана я знаю, что есть участие, ну, если не физическая сила, но участие материальное точно есть. А иначе бы не шло, да? Конечно, конечно. Ну, вы уже помните, наверное, как прошла великолепная акция, чтобы люди участвовали и вносили средства для, например, одной колонны. Для этого была расчетная себестоимость колонны. И это было около 150 тысяч. И люди, когда это видели, видели участие. Это за очень короткое время полностью оплатили все колонны. И вы видите, что они уже реализованы. В данный момент происходит уже где-то процентов 40. Вот эти колонны, они уже обвязаны ригелями. Это вот кто чуть-чуть стройки понимает, это для них информация. И уже, скажем, процентов 15 вот из этих уже опоясанных ригелей, они уже покрыты металловой конструкцией, то есть уже мечеть покрывается, начала покрываться процентов на 15. И параллельно идет возведение стен. Стены возводятся из дербентского камня, так называемый, напиленный камень. Выбор этого камня обусловлен тем, что высота стен высокая. И другой вид, к примеру, красный кирпич, этого бы не выдержал. И ширина стен составляет 95 сантиметров. Но высота вот пятиэтажной строят из кирпича, он уже не выше будет? Тут имеется в виду, что там без перекрытия. Нагрузка, нагрузка. Да, да, да. Поэтому выбор был именно вот пиленого камня. И ширина, повторяю, 95 сантиметров. Вот это, опять-таки, прийти и увидеть тоже очень интересно. Да я уже заинтересовалась. Надо приехать посмотреть на месте. Так вы говорите, что и в будние дни работают, и в воскресенье. Да, да, да. Все дни работают, конечно. Нет выходных дней. Люди очень активные. И причем люди по-разному, кто, чем. Вот в данный момент активно идет работа, идет завоз ПГС. Это песчано-грунтовые смеси. Разгрузочные работы. Да, да, разгрузочные. И вот сейчас вот прям такой поток машин. И там, например, кто машиной поможет, кто, к примеру, деньгами, кто непосредственно с карьеров вот этот ПГС доставляется. И вот по возможности сейчас все это, такие груды, скажем, как горы. Вот это тоже интересно наблюдать за этим процессом. А потом, кстати, горы уже распределяются по всей территории. Надо сказать, что эта территория была немножко приземлена. И есть решение, что нулевая отметка, она поднята где-то в среде на метр двадцать. В том числе и вся эта аллея. Поэтому там необходимость в этом материале действительно, ну, количество очень большие. А вот если возрастное и гендерное составляющее больше молодежи, взрослых, женщины приходят, не приходят? Абсолютно нет ограничений. Для всех будет интереснее. На самом деле, вот кто приходит? Приходит, конечно же, больше молодежи, то, что касается участия. А участие вот материально, оно со всех своих населения. Там есть и дети, которые собирают деньги в банках. Есть взрослые населения, которые с пенсии делают отчисления. Да, ну и молодежь уже непосредственно сама участвует. Физическая сила и материальное участие. Материально вот непосредственно можно там только, кроме перечислений? Или есть при других мечетях, может быть? В общем, есть карточка, на которую можно перечислять. И можно непосредственно на место приехать. Урны в других мечетях есть? Урны вот есть. Есть постоянные урны, есть какие-то раз в месяц собирают. Да, чтобы народ знал, может быть, не специально туда поехать, а где-то можно быть, вот если кто-то перечислений может быть, не может, взрослые люди. Ну, на самом деле, это и есть хорошая информативность. И у кого есть желание, никаких проблем с этим нет. А вы сами спускались по этой будущей аллее от и до? Конечно, да. Ну и какое состояние? Вообще, можно так сказать, когда вот приходишь на эту территорию, вот все время такой подъем настроения идет. Вот там есть уже какая-то аура определенная, поэтому я вот поделиться этим впечатлением, приглашаю всех горожан и гостей столицы. Но часто бывает, что мечеть еще не сдана, а уже служба идет. Кстати, такое возможно. Были такие мероприятия уже в летнее время. И сейчас, когда уже какая-то часть покрыта, я думаю, это будет и сейчас в более теплое время. То есть эти службы будут вестись, да. И хочется сказать, что там уже сразу же в самом начале были комплексы для удобства. То есть там есть столовая, там есть общежитие для строителей, там есть санузлы. Это все очень хорошо оборудовано. И есть мечеть действующая, которым люди... Отдельно, да? Да, отдельно, да. Но это одновременно, естественно. И люди совершают молитвы там, вот все рабочие и гости, которые участвуют в строительстве. А представители других конфетий, не в качестве туристов, а в качестве помощников участвуют? Есть такие случаи. Они не массовые, но такие случаи есть. Участвуют, то есть они участвуют именно в строительстве. Пока ведется стройка, мы будем... Могут вопросы возникнуть тоже у слушателей? Будем держать гаражам в курсе строительства. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Нет, нет, на машинах слушают. Вы где слушаете радио? На машине больше всего, да. Хорошо. Вот, хорошо. Спасибо. Всего вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 О, пророк Субтитры сделал DimaTorzok